21 ноября в Москве пройдет первый этап топ-8. Будут бороться Алекс Курдейча и Эрмес Гаспорини. Соперником Гаспорини должен был быть Дмитрий Трубин, но Трубин получил травму и не сможет бороться. Его заменяет Алекс. Эрмес считает, что Алекс даже будет посерьезнее соперником, чем был бы Дмитрий, потому что у Дмитрия в последнее время очень много травм и он не мог полноценно готовиться. Эрмес продолжает свою подготовку и готовится к Алексу на все 100%. Готов побеждать. Два приблизительно на равных соперника. В обеих есть возможность друг у друга выиграть. У Эрмеса считается сильным местом луч и приведение кисти. Это его самая сильная сторона. Он выигрывает в это движение налегке. Но стоит ему попробовать побороться вбок и сразу же видно, как он в этом движении проваливается. Это то, чем может воспользоваться Курдейча и спокойно выиграть у Эрмеса. Но эту борьбу нужно еще навязать. Если Эрмес не захочет, чтобы туда зашли, то это будет почти невозможно. В борьбе с Лалетином Эрмес показал нереально крутой результат за разминочным столом. Да, Лалетин не напрягался на всю, но Эрмес смог раскрыть кисть самому Лалетином. Это очень многого стоит. Это нужно иметь очень большую силу. И я считаю, что Курдейча ни в коем случае не должен заходить с Эрмесом в верховую борьбу. Ну, основная задача выигрыша будет заключаться в продавливании его боком. Это залог победы Курдейча, если он продавит его боком. Если он не навяжет свою борьбу, Эрмес 100% победит. Алекс Курдейча добавил в боковом нажиме. Это очень сильно заметно по последним его поединкам. Он боролся с Тобиас, и боковой нажим у него очень сильный. Но видно, как у него хромает согибание кисти. Оно чуть-чуть подпроваливается, и потом уже идет сильный боковой нажим. Я считаю, что этим может воспользоваться Эрмес и выиграть. Задача Алекса ни в коем случае не дать себя подраскрыть. И вообще, я считаю, не стоит залазить ему в связке, пробовать подкручивать без связок. Потому что в связке у Эрмеса намного сильнее натяжение, чем в Тобиаса. Здесь Алекс попытался побороться более боком. У него не получилось. Он с легкостью включил пронацию и раскрыл ему кисть, и выиграл. Но с Эрмесом такое не прокатит. Основная задача для Курдейча – это боковой нажим. Эрмес и Алекс соперники приблизительно равные. Сильно большой разницы в силовых, я думаю, у них нет. И победить в этом поединке может любой. Основная задача каждого-то будет навязать свою борьбу. Кто навяжет свою борьбу, тот и победит. Ребята, не забываем подписываться на мой канал. Вас ждет много информации с мира армрейсинга. Всем пока!